Уважаемый Игорь Викторович и Александр Иванович, я прошу вас обратить внимание на несправедливые обвинения, которые были выдвинуты следственными органами и поддержаны в суде прокуратурой в отношении моего доверителя Анатолия Ленева. Его необоснованно и бездоказательно обвиняют в совершении тяжкого преступления по части 2 ст. 135 УК РФ. Суть обвинения заключается в том, что ночью февраля этого года в своем доме он якобы совершил в отношении 13-летней подруги своей дочери «Развратные действия сексуального характера без применения насилия». Мать потерпевшей обратилась с заявлением в правоохранительные органы лишь по прошествии 6 дней, хотя дочь рассказала ей свою историю сразу по возвращении домой. Такое поведение в судебном заседании она объяснила тем, что не верила своей дочери, искала экспертное учреждение, чтобы проверить ее на полиграфе. То есть подозревала, что она может обмануть и оговорить человека. Но в силу возраста она не смогла ее проверить на полиграфе и тогда предложила Ильиневу пройти полиграфическое исследование, который сразу же согласился. Результаты оказались отрицательные. В процессе расследования уголовного дела и до настоящего времени Ильинев полностью отрицает свою вину, и его невиновность подтверждается его первоначальными неизменными показаниями, показаниями его супруги и дочери, заключением комиссии экспертов в отсутствии у него склонности к педофилии. В рамках уголовного дела повторно прошел полиграфическое исследование. С момента так называемого происшествия до обращения в Следственный комитет по городу Энгельсу, семья Ильиневых в присутствии матери пыталась выяснить у потерпевшей причину ее поведения, почему она решила оговорить Ильинева, на что она ничего не поясняла им, даже не описывала сообщаемые ею события, но при этом выходила в этот момент на улицу и весело проводила с друзьями время. То есть поведение девочки в этот момент свидетельствовало не о правдивости ее слов, а наоборот подтверждало подозрения Ильинева об оговоре с ее стороны. В этой связи отдельного внимания заслуживают обстоятельства, в особенности места совершения преступления. Моему доверителю инкриминируется совершение ночью 5 февраля в период с 2.50 до 5 часов у себя дома развратных действий, но по меньшей мере часть их, по словам подростка, произошла в детской спальне на кровати, где помимо потерпевшей лежала и дочь самого Ильинева. После этого девочка убежала из дома Ильинева в 5 часов утра, но не к себе домой, а к своему молодому человеку-ровеснику. Как утверждает сама потерпевшая, она лежала на ней вместе с дочерью Ильинева. Но если бы он начал совершать инкриминируемое преступление, то его дочь как минимум бы проснулась и увидела происходящие события. На кровати, судя по ее размерам, Ильинев физически, в силу своего телосложения, веса и роста, не мог совершить данное преступление, так как на ней он не мог поместиться физически. Тем более там уже лежали две девочки, а потерпевшая не могла видеть то, что описывает. Но это обстоятельство у следствия не вызвало никаких сомнений. Хочется отметить и время совершения преступления. Потерпевшая говорит о периоде с 2.50 до 5.00. Однако, исходя из детализации номера ее телефона, она практически постоянно разговаривала по телефону со своим другом Артемом. Длительность каждого разговора составляла около 30 минут. При этом разговор, как поясняет сам мальчик, был на отвлеченные темы, но не про совершенное преступление. А в то время, в которое она не разговаривала по телефону, супруга Иленева еще не спала и находилась в соседней комнате, напротив детской, на расстоянии полтора метра. Потерпевшая не смогла пояснить, почему она не позвала ее на помощь, почему не разбудила лежащую возле подружку дочь Настю, не подошла сразу к жене Иленевой и не пожаловалась. Хотя у них были доверительные отношения, потерпевшую они фактически воспринимали как родную дочь. И ранее она неоднократно оставалась у них на ночь. Все это вызывает серьезные сомнения в наличии самого события преступления и подтверждает невиновность моего доверителя. На допросе в судебном заседании мать потерпевшей пояснила, что не очень теплые отношения с дочерью, но при этом не смогла пояснить, почему ее дочь, с которой у нее дружеские доверительные отношения, девочка, зная, что она в данной ситуации жертва, не пошла к себе домой сообщить матери о ситуации, а направилась к своему другу, где провела время до 14 часов дня. А на вопрос, как ведет себя дочь в той или иной стрессовой ситуации, то есть при испуге, мать отказалась отвечать на вопрос, воспользовавшись 51 статьей Конституции. Следствием было проигнорировано поведение самой потерпевшей на допросе, проводился посредством видеофиксации. Она демонстрировала полнейшее спокойствие, постоянно улыбалась. На очной ставке с Иленевым она совершенно спокойно пересказывала описанные ею события, при этом смотрела на обвиняемого, улыбаясь. А на очной ставке с дочерью обвиняемого следователь и вовсе задавала потерпевшей наводящие вопросы с целью скрыть противоречия с показаниями, данные на допросе. Интересно, что на вопрос дочери Иленева, зачем она говорила его папу, жертва взяла 51 статью Конституции. Предварительное расследование было проведено поверхностно, без цели установить истину по делу, с нарушением права на защиту. Ходатайства защиты неоднократно необоснованно отклонялись, без надлежащей и полной проверки представленных доказательств. На стадии следствия не проводился ряд важных для установления истинно очных ставок, не проведена лингвистическая экспертиза по видеозаписи допроса потерпевшей с целью установления достоверности и правдивости показаний, индивидуально-психологических особенностей допрашиваемой, ее склонности к фантазированию, повышенной внушаемости, ее эмоционального состояния и психологического воздействия на допрашиваемую, например, со стороны матери. Психолого-психиатрическая экспертиза проведена не в полном объеме, ответы на поставленные вопросы следователя в заключении отсутствуют. В заключении комиссия экспертов описывает противоположные личностные качества потерпевшей, которые свидетельствуют о наличии склонности к повышенной внушаемости, фантазированию и лжи. В комиссии диагностирован у потерпевшей неустойчивый уровень самооценки, стремление укрепить ее через популярность окружения. Данный факт является описанием демонстративной акцентуации личности подростка, что может свидетельствовать о способности прибегать к преувеличению событий и лжи с целью удовлетворить свою потребность во внимании и сопереживании. Органами следствия в удовлетворении ходатайства о назначении дополнительной либо повторной судебной психолого-психиатрической экспертизы с привлечением специалиста-психолога, имеющего опыт работы с подростками, было отказано без указания об основанности причин отказа. Следователь ограничилась общими фразами. В рамках предварительного расследования потерпевшая в своих показаниях указывала, что она в момент якобы совершаемого и линевым преступления разговаривала по телефону со своим другом Артемом, который утверждает, что слышал разговор между потерпевшей и подсудимым. Я по согласованию с подзащитным выступила с ходатайством в суд об истребовании записи телефонных переговоров. Следователь удовлетворила ходатайство, но в постановлении указала только истребование детализации звонков между потерпевшей и мальчиком. Повторное ходатайство об истребовании именно записи разговоров было отклонено по мотивам наличия детализации. В настоящее время в Саратовской области чрезвычайно остро стоит проблема необоснованного предъявления обвинений в преступлениях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетних. Данная категория дел зачастую расследуется с вопиющими нарушениями УПК, в результате чего риски привлечения к ответственности и осуждению невиновных лиц возрастают неимоверно. Эту проблему обострила ситуация вокруг оправдательного приговора апелляционной инстанции, вынесенного 30 мая жителю города Балакова Николаю Сысуеву. В нашем случае обвинение строится на противоречивых показаниях склонного к фантазированию подростка, а следствие, надзиравшее за расследованием прокуратура, не желали объективно разбираться в ситуации. В результате Анатолий Ленев рискует быть приговоренным к длительному сроку лишения свободы. Я очень прошу вас дать правовую оценку органам следствия и надзора, взять уголовное дело под личный контроль, вернуть его на доследование и провести тщательную детальную проверку каждого доказательства.